Хорошо, мы приветствуем Андрея. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свой биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Андрея, под ногами. Скэнер начинает сканировать систем тонких тел Андрея, находит все. У него голограмма стоит прямо перед тонкой копией, она толстая, как толстое стекло. На счет 3 отправляю голограмму в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Он сейчас приветствует нас и говорит, что я думал, что не достучусь. Нормально, Андрей, все хорошо. Так, и я даю команду на счет 3. Выстраивает этой голограммы канал, к ответственному. 1, 2, 3. И притягивая всех ответственных до последнего в эту клетку-тюрьму, связанные с этой голограммой и с Андреей, с его энергией. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Это гомоноид. Снимаются все маски и голограммы в клетке-тюрьме. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это гомоноид. А вот эта голограмма, это как стекло толстое. Да. Это сосуд. Это что? Оно определенный сосуд. Сосуд. Хорошо, понятно. Но она относится к гомоноиду, это голограмма, да? Да. И я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Андрея, пространство над головой, под ногами и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Андрея, находит все. У него 4 канала, и вот этот сосуд, это сосуд для души, то есть постепенно душа переходила в этот сосуд. У него арахноид. Да. Гомоноид с голограммой. Да. Сукуб. И бес. И бес. Считай цифру беса над головой. 8. Бес 8. Мой. Хорошо. Все знают, где они находятся? Знают все. И я даю команду тонкой копии Андрея, спроизвировать все энергетические и спирические каналы, ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии, и произвести отчуждение всей этой чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Андрею. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним назад. Так, Бес, как долго ты находишься в этом биополе? Четыре года. На что зашел? Говорит, на жадность. Удивлен. Четыре года назад. Хорошо. Где зашел? Покажи ситуацию. Или присматривался? Нет, он показывает деньги, он считает. Понятно. Хорошо. Обращаем внимание, Андрея. Вы наверняка знаете, о какой ситуации идет речь. Попытайтесь в следующий раз продумать, когда вы будете это делать. Может, даже и не делать. Потому что то, что вы сделали, так это притягивает таких сущностей, как Бес. Хорошо, Бес. Скажи мне, я, честно говоря, думал, ты на алкоголь зашел? Алкоголь позже начался. А чего он начался? Не было ли причиной? Интерференция? Ты просто четыре года сидишь. Он говорит, я играл. Первый шаг сделал он. Дергал за ниточки. То есть ты его побуждал выпить, да? Бес, давай со мной разговаривать откровенно, потому что... Я таких слов не знаю. Он откровенен, как может. Хорошо, говори тогда мне правду. Есть в биополе лярвы его? На ногах. Хорошо. Ты хочешь меня попросить забрать эти лярвы? Никилайд. Я тебе их отдам отдельной командой, когда ты вытащишь все, когда подойдет очередь. Хорошо, переходим к Сукубу. Сукуб, как долго ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. И Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Три. Три года. Скажи мне, Бес, а кто был ответственный за то, что он не мог заснуть, пока не выпьет? Это твоя работа? Это его работа. Много чего другого его работа. Он же говорит, он с ним играл. Значит, что он подразумевает? Он дергал за веревочки его души, скажем так. Потому что он увидел, что душу забирает постепенно. Он понимал, что ему ничего не достанется. Все, что он мог, это дергать за веревки. Разными ситуациями. Понятно. Хорошо. Реверс закончился, Верочка? Да. И устанавливаю фильтр золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Выстраивай канал к этому сосуду-голограмме от Андрея. Один, два, три. И реверсом забирай всю чистую, светлую, божественную энергию. Скажи мне, что идет из сосуда? Энергия идет. Какого цвета? Серебристая. Пока идет энергия. Откуда ты гуманоид? Сириус. Как долго ты находишься в этом биополе? Шесть лет нахожусь. На каком основании ты воровал душу в этот сосуд, который тебе не принадлежит? Договорился с ним. Ты с ним договорился? Расскажи мне об этом договоре, как он выглядел и когда он произошел. Деловой договор был. Он тебя призывал? У тебя есть контракции? Он даже не понял. И ты считаешь это договором? Для меня этого достаточно. Ну и что? Я сейчас заключу с тобой договор. Вот я его заключил на моих условиях, как мне. Ты даже не знаешь, о чем договор, но я его с тобой сегодня заключил. Как тебе такой вариант? По этому договору ты сегодня уходишь в очень нехорошее место. Как тебе такой вариант? Потому что у договора был обмен. А что ты ему дал? Идеи. Какие идеи? Бизнес-идеи. Ну, он забросил бизнес благодаря твоим идеям. Ты не можешь получать. Он его развил благодаря моим идеям. Ой. За шесть лет, ты хочешь сказать, он развил бизнес? Сколько процентов энергии ты забирал у него? Не за шесть лет. Я говорю на момент договора. Сколько процентов энергии ты у него забирал? Его энергии, они были мне так важны. Ты душу воровал. И какая была твоя конечная цель? Сколько ты еще собирался накапливать частички его души в свой сосуд? И что ты собирался дальше с ним делать? Пока полностью не перенеслось. Сколько это по времени? Всех по-разному. Гуманоид, следующим моим шагом будет то, что я сейчас достану свой лазер, ты видишь, его на правой руке, и сожгу твою голограмму. После этого я тебя начну на твоей частоте бить двумя миллионами герц и выше. Если ты еще один раз посмеешь мне так ответить... Что непонятно. Я тебе очень быстро отобью эту охоту. Что непонятно. Я не понимаю твою злость. Ты перестаешь отвечать мне абстрактно. Если я тебя спрашиваю конкретно, ты мне конкретно отвечаешь на мои вопросы. Нет ничего конкретного. Каждый индивидуален. Ну хорошо, я тебе сегодня конкретную одну вещь точно покажу. В конце сеанса ты убедишься, что есть разные аспекты, разные углы. Я работал шесть лет, но сегодня я попался. Никто этого не ждал. Как же я тебе могу сказать что-то конкретное? Какая твоя конкретная цель была? То, что ты воровал его душу. Что ты собирался... Забрать душу. И дальше, что с ним бы стало? Остался бы без души. И как бы он без души мог существовать на Земле? Кем бы он был? Именно существовать. Был бы ботом. Овощи. Это у нас называется. И которыми набиты все психиатрические лечебницы. Нет, он просто стал бы пустой. Ну и как бы это отражалось на его жизни без души? И сколько бы он прожил в этом состоянии? Ты его реально убивал? Ты уничтожал его? Может быть долго, если бы бес не поработал. Понятно. Веселая компания собралась. Ревер закончился. Отлично. Хорошо. Так, ревер закончился. Начнем с беса. Бес, давай. Выходи, вытаскивай. Все, что ты установил в его биополе. И рассказывай, для чего ты что установил. Это тот момент, когда ты можешь хвастаться своими... Веревки установил. Я же сказал, дергал за веревочки. Кругом привязал к ногам. В ногах, в руках. Хорошо. А как за какую веревочку ты дергал, что он должен был выпить перед сном? Навязчивая идея. Привычка. Переходящая в привычку. А, вот как. Хорошо. Ты специализируешься на алкоголе или у тебя другая спецификация? Специализация. У меня много разных, но алкоголь это самое простое. Да, я просто видел и демонов высоких, которые на этой теме очень хорошо себя чувствуют. И вижу, что ты тоже талантливый в этом отношении. Ты был человеком или ты первородный бес? Родился такой. Хорошо. Давай, вытаскивай все и доложи мне, когда ты все вытащишь. Развязал я все. Не хочу с тобой связываться. Себе дороже будет. Смотри. Мы можем и миром разойтись. Он все снял, Вера? Да. Хорошо. Разрешаю тебе снять бес, забрать эти лярвы. Ничего не оставляй. И возвращайся в клетку. Готово. Хорошо. Арахноид выходит. Вытаскивает все, что он оставил, всю паутину. Арахноид, как ты воздействовал на него? Как он это ощущал на физическом плане? Туманом в голове. Туман. Понятно. Туман и каша, да? Да. За мигрень была у него головная боль? Твоя? Ты делал? Протыкая щупальца. Боли не было. Нет. Не было. Хорошо? Был туман. Сосредоточиться не мог. Ну, а тут бес тут как тут. Понятно. А тут бес тут как тут. Осталось только то, на что у него был ответ. Остальное ушло. Прям команда специалистов. Каждый по своему профилю. Готово. Хорошо. Суккуб. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Все свои ленточки. Все развязывай. Шейники. Ничего не забывай. Приступай. И возвращайся потом в клетку. И докладывай о готовности. Проверки. Готово. Суккуб все забрал. У нас есть гуманоид. Еще гуманоиду выходить не надо. Он сам может вывести все свои энергии и все свои подключки. Давай, гуманоид, приступай. Что он делает, Вера? Ну, у него нет подключек как таковых. То есть он отключает голограмму. Хорошо. Сколько процентов его души ты уже набрал, гуманоид? Тридцать восемь. За шесть лет тридцать восемь. Я думаю, тебе еще лет десять. И ты полностью уже забрал его душу, да? Загубляя алкоголем раньше. Да, в спарке с бесом вам, конечно, взаимовыгодная ситуация. Отключился. Хорошо. Так, все отключились. Я сейчас давай знаю, что сделаем. Я включаю внутренний белый свет Андрея. Один, два, три. И вывожу из него весь яд, все энергии, находясь на частотах. Голограммы, куманоида, арахноида, суккуба и беса. Один, два, три. Все эти энергии внутренним белым светом выдавливаются из его организма. И формируются в шар перед ним. Но вышел небольшой шар разных энергий. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И на счет три я даю команду на рассинхронизацию энергии Андрея с голограммой. Пошла рассинхронизация. Готово. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает контрольную проверку. Один, два, три. Проводит контрольную проверку. У него нет интерферента, но у него есть злость на них внутри. На интерферентах злость есть, да? Да. Хорошо, включай внутренний белый свет Андрея. Выдавливай все состояние злости. Вся эта чистота эмоций выходит, формируется в шар перед ним. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Она выходит, она черным цветом. И она как пузырь, то есть в какой-то момент она разорвется внутри него с кандалом. Вот как. Хорошо, вовремя еще нашли. Вытаскиваем все. Готово. Большой шар? Большой. Бес забираешь? Давай. Отдаю бесу. Это его чистота. Злость. Хорошо. Так, подхожу сейчас к Андрею. Кладу руки на плечи. Идаю импульс. Высокая вибрационная шока удара. Помогаем сжечь все каналы к голограмме, гуманоиду, арахноиду, суккубу и Бесу. Значит, три. Один, два, три. Удар. Готово. Отлетают все каналы. Открывая портал в галактическое ядро. Все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Бес готов уходить? Поживиться нечем. Готов. Хорошо, Бес. Я тебя сразу предупреждаю. Не пытайся приходить в это биополе. Мы будем его контролировать. Первый раз я еще более-менее со мной можно разговаривать. Когда я второй раз встречаюсь, когда я запретил входить в это биополе, потому что мы его проверяем и нахожу интерферента, я его уничтожаю. Я тебе скажу правду. Это уже случалось не много раз. Не доводи до этой ситуации. Если ты находишься в квартире, ты живешь там еще? Да. Есть там порталы? Да. Хорошо. Много интерферентов там живущих? Это не мое дело. Я пользуюсь. Я понимаю. Я понимаю. Хорошо. Я вижу от 4 до 5. Хорошо. Это не важно. Дело в том, что мы тоже когда-нибудь со временем эту квартиру почистим. Если я кого-то найду, я просто сожгу все там. Чтобы это не случилось, я тебе не рекомендую и в квартиру возвращаться. Все. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готов. Суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. И суккуб забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь. Есть. Арахноид готов уходить? Да, он готов. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид, если у тебя там в квартире кто-то есть, ты их предупреди, чтобы они оттуда лучше уходили. И арахноид уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слышать тебя. Я приветствую тебя, Ли. Давно не слышались, не виделись. У меня здесь находится гуманоид Сириуса с сосудом, голограммой. Цель 6 лет сидел. Цель была полное похищение души человека. Сбираем наш клиент. Хорошо. Они его забрали и они забирают эту голограмму на очищение. На очищение от чего? Мы все забрали оттуда? Или там что-то находится на его еще? Ну, это они и будут смотреть, что там находится. Благодарю, Ли. Паразитарная цивилизация. Готова. Поехали тогда. Каналы мы отбили. Давай пройдемся по частотам. Подожди секунду. Вот эту голограмму, что они забрали. Я же говорила, она где-то 10 сантиметров шириной во весь рост. И она как стеклянная. А забрали они ее на проверку, потому что душа попадает туда, остается на стенках. А вот как. И, значит, мы забрали сейчас Андрея, но они будут проверять, были ли еще какие-то... То есть это... Это общий накопитель. Да, тут инструмент. Я понял. То есть это может быть еще и частички души других людей, которые он... Вот теперь понятно. Хорошо, конечно, мы ничего бы не могли с этой информацией сами сделать, потому что мы этих людей даже не знаем. Благодарю за разъяснение. Хорошо, Верочка, поехали дальше. Да. Сила моего намерения, да, будет так. А так и есть. Прочитал он? Да. Есть намерение? Он очень хорошо прочитал. Вообще, какая-то информация идет, что у него... Это честко запланированное. Кто-то привел его. Куратор. Хорошо. Его жизнь должна измениться после этого. То есть он должен осознать это и дальше идти осознанно. Осознает. И от этого поменяется жизнь. Такая идет информация. Отлично. Запускаем процесс активации и идентификации души. Значит, три, один, два, три. Пошел процесс. Он три. Ангельская душа. Но последняя жизнь у него была на Арктуре. И арктурианские энергии, они связаны с ним очень сильно. Они никуда не уходят. Это хорошо или плохо для него? Хорошо. Они как стержень ему дают какой-то свой поток отдельно дают. Если им, конечно, умеют пользоваться. То есть в нем две энергии присутствуют. Ангельская и... Арктур. 80% ангельская и 20% Арктур. Ветлая, белая, яркая энергия Арктур. 80% на 20%. Хорошо. Значит, все-таки какая-то гибридная получается. Перезад. Стоп. Дожди секунду. Значит, гибридная, да. Но гибридная она стала в последней жизни. На Арктуре. Он что-то сделал там, какое-то открытие. Вот как. Интересно. И это всегда останется там. Поэтому Арктур отдает ему свою энергию. Такого мы еще не слышали. Замечательный исследователь куратор. Мы благодарим его за эту информацию. Хорошо. Поехали дальше. Создаем защитную оболочку. Подсоедини тонкую копию. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Андрея до значения 600 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Мы закончили чистку. Андрей, как вы себя чувствуете? Он говорит, не описать словами. Можно только чувствовать. Это верно. Хорошо. Вы сейчас чистые. Вы заправлены энергией. Вам больше никто не мешает. Причины. Их подселение вы услышали. Поэтому сделайте лучшее из этого. И начинайте свою новую жизнь. Не забывайте, что у вас еще не чистая осталась квартира. Я не думаю, что если там порталы, то одни уйдут. Вернее, я думаю, что если одни уйдут, то другие очень быстро вернутся. Поэтому попытайтесь как-нибудь к этому вопросу тоже серьезно обратить свое внимание. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Готово. И отключаясь от объекта и переносить в свои комнаты диагностики. Пошел подъем. Он говорит, что ниже этого я уже не хочу быть. Замечательно. Продолжайте свой путь в сторону осознанности. И у вас все будет хорошо. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова